Еще недавно состояние улицы Парковой в районе 4-й школы оставляло желать лучшего. Асфальтовое покрытие было нарушено. Вдоль дороги тянулось разбитая колея и многочисленные ямы, что затрудняло движение и портило внешний облик курорта. Тогда мэр города жестко поставил задачу перед застройщиком привести улицу в порядок. И вот этот участок дороги приобрел совершенно новый вид. Асфальтовое покрытие приведено в соответствующие нормы. Перед первым сентября эта школа решили заасфальтировать полностью, облагородить полностью весь асфальт перед школой, перед въездом, чтобы первого сентября дети пошли по новому асфальту, по ровной дорожке. Все работы по восстановлению дорожного покрытия были проведены за счет застройщика. Более сотни метров нового асфальта закрыли штробы, в которых заложены новые коммуникации для водоснабжения города. Здесь мы проводим работы по закольцовке двух больших водоводов. Это 400 по улице Гребенской и 400 по Анапскому шоссе. Протяженность закольцовки составляет 2 километра 200 метров. Глава приезжал к нам сюда на Парковую. Дело в том, что впереди 1 сентября. И он жестко нам поставил условия по поводу того, как дети будут добираться до школы. Естественно, критика главы воспринята правильно. Действительно, немножко была затяжка с восстановлением асфальтобетонного покрытия. В настоящее время один квартал полностью уже заасфальтирован. Дальше продолжаются работы. И думаем, что к 1 сентября дети спокойно будут учиться в школе номер 4. В течение четырех дней застройщик обещал завершить все работы. На перекрестке заканчивается монтаж канализационного коллектора. К 1 сентября этот отрезок улицы заработает в полную силу. Жители улицы уже по достоинству оценили новую дорогу и введение в эксплуатацию водовода, который обеспечит водой. Но, получив решение одной проблемы, у жителей уже назревает новое. Как заверил застройщик, вопрос с лежачим полицейским будет решаться после согласования всех нюансов с ГИПДД. Также после окончания всех работ будут приведены в порядок дорожная разметка, переходы и парковочные места в соответствии со всеми нормами и требованиями дорожного движения.